Я только хочу сказать слова благодарности, во-первых, Ивану Николаевичу Серёжу, который является счастливым главателем всего этого богатства, и щедро нам доверил его вам показать. За что ему большое спасибо. И, конечно, не меньшее спасибо Вере Владимиру Николаевичу, которая проделала титаническую работу по описанию... Ивану Николаевичу не делал, анализировал, просто всё сделал. Я бы половину даже не стал. И результатом чего является вот этот вот каталог, счастливым главателем которых вы проводили все эти. Вот, а теперь выступает Вера, я так понимаю, по плану. А потом Вера уже, кому-нибудь, ещё передаст всё по плану. Ладно? Давай. Я тоже не хочу быть оригинальной, я хочу тоже начать со словами Владимира Николаевича. Я-то хотел быть оригинальной. А я тоже. Вот. Значит, потому что он мне это всё отдал со словами «Сделайте, что хотите». А, ну, понятно, что он мне бывает. И я два месяца делала, что хотела. То есть я это смотрела, я это разбирала, перебирала. Как рождалась эта выставка? Изначально про комиссарицу мне было известно, что это художник, работы которого в основном ассоциируются с музыкой. Вот. Первое, что мне сказал Михаил Михайлович Рожибая, который сегодня тоже будет говорить, это то, что вот, так сказать, это всё музыкальные работы. Когда я перебрала вот эту огромную папку, потому что здесь, конечно, далеко не всё. Здесь даже не половина. Примерно три. Примерно три того, что есть в этой заветной чёрной папке. Когда я перебрала эту папку, я поняла, что музыка совершенно не, никаким образом не исчерпывает, тема музыки совершенно никаким образом не исчерпывает того, что здесь есть. И тогда мы с моей ученицей Машей провели упоительные три часа, разбирая это всё по темам. Мы видели, от чего мы отталкивались в музыке. Вот если вы посмотрите, вот вообще вот тот зал как бы почти весь музыкальный, если вы посмотрите на крайнюю от меня правую работу, которая действительно по той стене отдельно, то наоборот на её стороне написано «Моцарт». И написано это «кажется» рукой самого Зинона Кобесаренко. Тогда мы подобрали близкие к стилистике, так сказать, вот работы и назвали их музыкально. И у нас осталось ещё огромное количество работ, которые никаким образом стилистически не были связаны с этой группой. Я не помню, кто из нас был, была ли это Маша или была это я, но мы вдруг поняли, что это тоже звук, просто это звук совсем не земной, какой космический. И тут же стало всё раскручиваться. Работы, которые мы условно называем космическими, они вот как-то так, вот здесь вот распределены. Потом из этих космических работ стала выделяться другая группа. И опять же я не помню, кто из нас был, была ли это Маша или была ли это я. Кто-то из нас воскликнул, глядя вот на эти две работы. Но это же реализм, сказали мы. И тогда мы поняли, что есть ещё группа работ, которая тем или иным образом очень опосредована, конечно, но связана с образом реальности и во всяком случае чего-то материального. так выделились вот эти четыре раздела этой выставки. Причём обратите внимание на зелёный цвет в работе космической группы. Обратите внимание, что этот зелёный цвет – это ведь традиционно цвет биологической жизни. Куда его переносит комиссаринг? В космос. Он делает космос биологически живым. Он делает космос земным. Он упрокидывает одно в другое. Кажет. О чём он думал? Думал он, как мне кажется. Это вообще каждый художник, конечно, в тайне. Потому что не художнику непонятно, как, что получается, когда ты берёшь некую там лист или полз ты берёшь. И вдруг на этом холсте начинает появляться что-то. Мне художник всё равно. Мы все в искусстве замечательно, так сказать, понимаем, мы его любим и так далее. Всё равно. К большому счёту, я честно себе признаюсь, мне непонятно. Но комиссаринг – это какая-то тайна в кубе, в квадрате, я не знаю, в десятой степени. Потому что вот чего он хотел? Он не хотел славы, он не хотел имени в искусстве. Кажется, что он хотел только выразить то, что он имел в голове, только то, что он видел своим внутренним зрением. Все воспоминания абсолютно говорят о том, что он подходил к белому листу и очень быстро и в один приём делал ту или иную работу. То есть вот этот образ в сознании его, существующий, как бы каждый раз мы имеем, если верить воспоминаниям, каждый раз этот образ, живущий в его сознании, попадал на лист. Это удивительный такой момент, потому что художник, он пишет реальность, но он пишет реальность, которая находится в его сознании. Конечно, Комиссаренко очень связан с традицией 20-х годов. Он был учеником Малевича, и об этом тоже сегодня будет разговор. И, конечно, он перенёс уже во вторую волну русского авангарда уже в 60-е годы, он перенёс вот эту традицию авангарда, русского авангарда ранее, первой волны. Вот этот мультфильм, который мы показываем, он сделан в 24-м году. Если мы внимательно посмотрим на мультфильм и внимательно посмотрим вот на эти, например, работы или вот на эту работу с концентрическими кругами, мы поймём, что какие-то кадры из фильма действительно жили в его сознании так долго. Абсолютно целостное мировоззрение, совершенно оригинальное. мы можем увидеть здесь отзвуки и Амравеллы, и Веры Хребниковой, и Мунка, и кого угодно, но это совершенно оригинальное, только своя манера письма. Вот, сейчас. И спасибо, Вадим, потому что о комиссаринге я могу петь очень долго. Вот, и значит, я на этом мою песню, я считаю, нужно прекратить. И я хочу попросить Сергея Васильевича Кузакова, чтобы он рассказал о комиссаринге в 20-е годы. Да? А потом, я буду очень счастлива, у нас здесь есть человек, который комиссаринг видел лично. Сергей Васильевич. Сергей Васильевич, извините. Иван Иванович, мы у вас лишили слова. Вот самого главного, так сказать. Я... Мне кажется, может, сначала вы, а потом уже... Вверх, надо наоборот. И вот. Ну, как? Ну, конечно, вы так. Иван Иванович, прошу так делать, на самом деле, я не особо распространяться не могу. Дело в том, что я, конечно, рады победить. Средняя работа проводилась. А нет. Действительно, хранясь в парте. Я когда пошел, растерялся. Испытаю тоже подъем. И, конечно, я должен поблагодарить, в первую очередь, Вадима Рамовича, Веру Владимировну, который, действительно, титанический труд проделал мысли. У тебя созванивались. Я потрясла ее так. Потрес ее энтузиазм, работоспособность. Все это сделало в сжатые сроки. Я просто хочу, как-то из истории пару слов сказать, как вопрос, как она ко мне попала. Я, когда приобретал эти работы и другие, я ничего не знал совершенно о комиссаринге. Мне просто приглашали в Силевке посмотреть. Я приехал, они были у отца Максиана, Архангий Сульдатрон. Он достаточно своеобразный человек такой, как бы тоже талантливый, весь себе. Мы потом-то с ним подружились. Он ко мне в гости приедет, он мне, как бы, он любим, например. Но я просто отвлекся. И я просто вон начал показывать так, как-то совершенно без энтузиазма, говорит, ну, все смотрят, никто вообще не покупает, откладывают, что-то, говорит, головы чешут и уходят. И он совершенно просто, я говорю, я возьму там, я взял там, наверное, общее количество, 200 штук там, вместе с Раубой Горчилиной, там, с Марией Вячеславной тоже, выизвела на меня впечатление что-то. Я тоже считаю, что она недооцененный художник. Безусловно. И, конечно, кому я не показывал, совершенно не скоммерческий лиц, а просто, кто там ушел. У него были влаги и цены, ему были, как бы, деньги, и, конечно, работа мне нужна не переговорами. Просто аналогов-то я и не видел, и как-то интуитивно почувствовал. В настоящий момент я, конечно, счастлив, что я проявил решимость. И как-то это совершенно... И, наверное, я думаю, что я был первый, кто там 600 работ было, хоть я с товарищем познакомился, он, оказывается, приобрел в основном Горчилиной работы, да. Ну, вот мы с ним с Ритом обменяемся. И все, у меня Горчилина тоже есть. Она у меня, ваша Горчилина. Ну, короче говоря, большое спасибо. Я уже страшно рад, что все это вот произошло. Это будем считать первым шагом на пути его признания. Человек, он, конечно, совершенно необычный, заслуживает там, я не знаю, огромного уважения. Это сравнить его даже, не знаю, с кем. Ну и вот, слава Богу. Спасибо. Я хотел сказать всего лишь несколько слов. Дело в том, что, значит, с Иваном Николаевичем мы вот какое-то время знакомы. И он меня попросил заниматься одной работой, которая связана с именем учителя. Комиссаренко, да? Малевич. Малевич. Возьмир Звини. И вот известно, что в этот период он окончил уже, практически заканчивал мужа ВЗ. Потом это были вторые государственные художественные мастерские. И в последний момент, вот, кстати, в 1916-1917 году первые четыре работы были опубликованы в таком маленьком каталожке. Они имеют свое название. И, как бы, изображений нет никаких. Но, тем не менее, это вот тут классический период. А потом, когда уже, значит, и в свободных мастерских, и потом позже в Хутемасе преподавать в 18-19 году до октября месяца, собственно, Малевича, он, собственно, и занимался у него. Поэтому, к сожалению, прямых каких-то вот таких вещей, которые, ну, свидетельствовали о том, что вот чем он занимался, не сохранилось. Видимо, это 99,9 десятка. Потому что, как выясняется в свое время, даже вот, когда Зиною выставили с пределами как бы вот из Мосха, то он, в общем-то, вынужден был уничтожить его супругу, значит, уничтоживать и вещи. Начального периода, кубистического. А нас как раз вот, Иван Иванович, интересовали кубистические вещи. И там еще целый ряд художников. В частности, Вильямс тоже, как там, завязан, такая музыкальная композиция. То, что мы видим в первом зале, в общем-то, и то, что потом Малевич продолжил в Витебске, оно вот как-то все в такую линию укладывается. И, собственно, архивными материалами я пытался понять, найти какие-то изображения, но, к сожалению, изображений очень и очень мало. И даже такой вот маленький шквих я угорячиваю. Татьяна Вадимовна спрашивала, когда он выпустил книгу о Суетине, вторая книжка после Ракитина. Вот Суетин – это самый главный чашник, и Суетин, как они в этой семье, его фамилия звучит. А где вы берете изображение, фотографию, так сказать, иллюстрацию? Она на меня посмотрела и говорит, знаете, воруем друг у друга. То есть источник моего база очень маленький. И вот в связи с этим возникает вопрос. Сейчас я, значит, разговаривал с Ольгой Сливоловной, Ольгой Привовной. Она говорит, что собирается, значит, вот наш, так сказать, уроженец, выходец из Советского Союза, Алекс Лафман в Лондоне, он собирается, ну, предполагает продавать свою коллекцию, значит, отпечатков, снимков начала 20-х годов. И, может быть, там что-то худемасовские, какие-то вещи, вот какие-то интерьеры, стены, увешанные какими-то картинами, возможно, и учеников Малевича, который привозил сюда уличи, как известно, в Витебске он привозил сюда своих, в общем-то, учеников, и себя тоже немножечко показывал. Поэтому будем надеяться, что что-то может проясниться, и, может быть, даже какие-то новые работы, совершенно неизвестные Зенона Петровича, они могут всплыть, но, может быть, только на фотографии. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Я приглашаю выступить человека, который знал лично Зенона Петровича Миссариевна. Александр Коков, художник. Прошу. Да, наверное, мне посчастливилось быть знакомым, и память о наших встречах живет, в самом деле, всю жизнь, потому что этот человек был необыкновенной добротой. Как возникло наше знакомство? В 22-м году Сергей Комиссаренко вместе с целым группой художников московских приехал в Средний озер Ташкент для того, чтобы оценить постановку художественного воспитания в республике. Отец мой был одним из основателей художественного училища, преподавал там, и там были такие достаточно серьезные споры левых, правых. Отец был, естественно, левый, один почти, на него, наверное, наседала очень большая спора академистов или просто, так сказать, реалистов. И тут приехал Зенон Петрович, который поддержал отца, сказал, что это правильное направление. У отца была большая поддержка встречи с комиссарием. И вообще они друг другу очень понравились, как художники, как люди. Потом были сложные годы. Вот во время войны, по-моему, Зенон Петрович в Ташкенте не был, но какие-то взаимоотношения оставались, потому что, когда я в 1959 году приехал в Москву, то я встретился с Зеноном Петровичем. Должен сказать, что он сыграл прекрасную роль в моей жизни, потому что тогда была система прописки, это было все очень жестко, а я опоздал поступление в институт. Он говорит, знаешь что, тут открываются сейчас курсы художника муниципликатора, ты туда давай, подавай, а там посмотришь. Я поступил на эти курсы, где учился Анатолий Эрштейн, и вся наша великая мультипликационная братья, вроде будут учились на эти курсы. А с Зеноном Петровичем мы встречались дома у Марии Вячеслава Горчининой. Мария Вячеслава Горчинина художница замечательная, очень интересная. целая группа у нее людей, художников Тарасов, Бонто и так далее, кругов Фотемасов. Такая была тонкая, худая дама, с рыжими волосами, она красила видимо типа хвой, чем-то так. с яркой помадой. Портрет ее в кресле есть такой огромный. Да? Я не виделся. Замечательно. Сигареты с папиросой. Значит, у нее была чудная квартира в Дмитровском переулке, где там стояли слоны, какой-то индийский стоял. Скульптура Коненко была. С ребенком. Как я слышал о том, что это как бы у нее умер ребенок в молодости. И она как бы вот это... Об этом не говорил, но это как бы вечная тема была. И вот там появлялся всегда Зенон Петрович, который в соседней комнатке тихо работал. Я туда приходил к тому, что Мария Славовна сушила мне сухари, я жил в общежитии в Шабрине. И показывал свои работы. Они очень поддерживали мои всякие абстрактные опыты и так далее. И я видел, как Зенон Петрович работал скромно в маленькой комнате. Вот делается монотип. И там они... Каждый раз он показывал вот такую кучу этих работ. Что в нем было интересно? У него была вот фотография немножечко... Я не знаю, может, это молодой комиссарик. Но это был человек с таким большим львом, губом. С таким вот носом. Вот немножко вот так. С такими висящими. Он был похож на барбоса. Такие губы. Похож на барбоса. Вот такого доброго лабрадора, я бы сказал. Такое очень крупное, большое лицо. В то время мне казалось, что он очень был уже пожилой. А сейчас я посчитал, что не так он был пожилой. Что он меня всегда удивлял, что иногда был в процессе разговора. Он иногда так засыпал. Потом просыпался и продолжал разговор. Но при этом все время уходил и работал. Вот. Вот это его страсть к своему, так сказать, творчеству. Наверное, вера в то, что он делает очень серьезное и важное дело. Да, все, кто там был, все видели его работы, всем они нравились. Но, конечно, как художника, может, это мало. Конечно, ему не хватало подлинного общения и выхода какой-то в мир. Он даже домой не мог пойти работать, потому что жена там как-то не воспринимала его творчество. А поздние годы его, к сожалению, прошли в доме. Какой-то период был замечательный. Он жил в доме кинематографиста, того как мультипликатор. Все было хорошо. Потом с годами там начались какие-то проблемы. Он себя вел, для них страны приносил, какие-то вещи складывал. Видимо, представляции какие-то собирался делать. Ну, там отдельная история. Не хочу в это углубляться. Просто у меня было ощущение, как-то мы немножечко потерялись, что, ну, неужели вот это все количество работ, еще с Максимом тоже были какие-то свои отношения у нас. И вдруг сегодня, когда я пришел на эту выставку, после стольких лет перерыва, я просто почувствовал, у меня огромная радость. Что все-таки этот труд человека многолетний не пропал в труд. Ну и, может быть, заключая свое выступление, я сказал, что я действительно очень волнуюсь, потому что все годы встают сложные отношения. По отношению к комиссаре, как и многим, к моему отцу и так далее. Но, может быть, действительно рукописи не горят. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И еще одно доказательство, что они таки не горят. Вот, Михаил Михайлович Алшивая. Еще один человек, который хранит часть наследия. Зинона Комиссаренко. Дорогие друзья, я попробую быть оригинальным, не буду никого благодарить. Даже скажу такое, сделаю радикальное заявление, что вообще я должен был бы сделать эту выставку. Но сделала ее Вера. А почему я так говорю? Потому что идея выставить работы Зинона Комиссаренко у меня существует очень давно. И Вера это знает, и я даже придумал проект. Совершенно точно Вера сказала, что это не только музыкальная работа. А где Раповина, кстати говоря? Был еще один невероятный цикл. У меня есть, да? Но все-таки музыкальная тема, вот то, что написано Моцарт, и были другие, где было написано Бетховен и так далее. Это же бесспорный факт, что он жил вот в этой парадигме визуально-музыкальной и так далее. И у меня была идея, я уж сейчас могу это открыть, поскольку я все равно не осуществил, я хотел это сделать в доме музея Скрябина, где только что открылся прекрасный зал, и мы обсуждали уже эту проблему с Поцуховым, задолго до того, как ты позвонила. Но не сложилось, поскольку я делаю там тысячи выставок. Но в связи с этим я все-таки хочу, значит, несколько слов сказать о судьбе этого художника, вообще о судьбе искусства и художника. Значит, я, естественно, дружил с Максимом Евгеньевичем. Я считаю его незаурядным человеком. У нас было такое душевное взаимопонимание, хотя в чем-то мы расходились. Он был человек, так сказать, конфессионально глубоко, хотя у него были постоянно конфликты с этими, как это называется, поскольку он проповедовал отказ от деторождения. Это была его принципиальная позиция. И мы с ним на эту тему, между прочим, многократно беседовали, потому что мне тоже не чуждо, у меня двое детей, два сына, но эта тема мне не чужда. И вот что я хочу сказать. И источник этих работ, и моих у меня примерно три с половиной десятка работ в его коллекции. Кстати говоря, вот у меня экспозиция такая, можно сказать, постоянная в РГГУ, и там висит большой холст Зенона Петровича. Я, если сейчас я уложусь в короткое время, я вам расскажу историю его приобретения. Мне хочется рассказать пару историй. Я получил их, естественно, от Максима Евгеньевича. И вот такая необыкновенная история, которую он мне рассказал, имеющая отношение к судьбам вообще художников. В начале 60-х годов Георгий Деонидович Костаки пришел к Марии Вячеславовне Горчилиной домой, в Дмитровский переулок. Да. Смотреть ее работы и работы Зенона Петровича. Зенон куда-то вышел. Может быть, он пошел купить бутылку или закуску какую-то, я не знаю. Это уже... И в комнате были расставлены работы. С одной стороны Зенона Петровича, вы видите. С другой стороны довольно крепкие вещи Марии Вячеславовны. У меня есть ее еще ранее, даже 20-х, 30-х, начало 30-х годов. Вот эта фотомасовская живопись, небольшие вещи. И Георгий Деонидович вошел в роскошном плаще, снял его, значит, повесил в прихожей. Мария Вячеславовна пригласила его в комнату. И, входя, он сказал, ну, показывайте, где здесь ваши работы, где работы вашего друга. И Мария Вячеславовна, которая, по-видимому, была, конечно, невероятным персонажем, и об этом можно судить по вот этому портрету, который хранится в Музее современного искусства. Николая Павловича Тарасова, портрет работы, да. А вы его имели в виду? Да, Мария Вячеславовна. Он висел, да, вот этот портрет в полный рост, где она сидит в кресле с сигаретой, по-моему, это потрясающе. Так вот, значит, она говорит Георгия Деонидовича. А вы догадаетесь, Георгий Деонидович, где мои работы, а где моего друга. Он так посмотрел, что тут догадываться. Ясно, что вот эти вот музыкальные композиции, это женские работы, а это мужские. Она ему говорит, нет, вы ошибаетесь, совсем наоборот. И как мне рассказывал Архангельский, Костаки побагровел, повернулся, вышел, значит, в прихожую, снял свой роскошный плащ, одел его и покинул этот дом и никогда больше не появлялся в нем. И я думаю, что вот именно поэтому эти художники не попали в большую, так сказать, историю искусств. Он их не упоминает в своей толстой книге, он их вычеркнул из своего сознания, потому что это был великий человек Георгий Деонидович. Мы сейчас могли в этом убедиться, видя, так сказать, его, то, что он собрал в купе вот на последней этой выставке, но великим людям свойственны некоторые слабости, и это был удар по его самолюбию, то, что он не смог отключить работы, значит, художника-женщины и художника-мужчины, хотя мне кажется, что никаких критериев тут на самом деле нет, я тоже этот вопрос изучал. И второй эпизод, который я хочу рассказать, но до этого я скажу вот такую вещь. Александр Волков сказал об этой скульптуре Каненкова. Ее приобрел Савицкий, она весила полтонны, и вывез ее. Насколько я знаю, она хранится там, в Нугусе. Я видел в музее, у меня сейчас что-то там. Она там. А у меня есть удивительный артефакт. Это небольшая акварель Зенон Петровича, где стоит эта скульптура. Это, конечно, абсолютно отвлеченный образ, это такое белое образование, но я, у меня этот Каненков имеется в моей коллекции. Еще я хочу вам рассказать, друзья, историю, связанную с большим довольно холстом Зенона Петровича, который висит, как я уже сказал, в РГГУ, туда можно прийти и, пожалуйста, посмотреть его. История была такая. Мне позвонил как-то раз Максим Евгеньевич Архангельский и сказал, «Слушайте, вы хотите холст, значит, комиссарин?» Я говорю, «Да». «Такая сумма вас устроит?» Я говорю, «Конечно». «Приезжайте ко мне». Я приехал за ним на машине, и мы поехали в Третьяковскую галерею на Крымском полу. Дело в том, что работа уже как бы была продана Третьяковской галереи, были подписаны все документы, она находилась там и так далее. Но денег, небольшую сумму, очень скромную, Третьяковка не платила, все время тянула. И Архангельский приз, радикальное решение. И, конечно, это надо было снимать на видео, это была бы замечательная документация, прекрасный перформанс. Я подъехал, сидел в машине, Зинон Петрович зашел туда, значит, где-то полчаса примерно его не было, и через полчаса он вышел из двери Третьяковки, неся этот, в общем, это метр двадцать или метр тридцать холл в руках, в руках, а? Это был не Зинон Петрович. Вот, я говорил. Мы положили его в мою машину, я отсчитал ему необходимую сумму и уехали. Оказывается, войдя туда, он устроил скандал, значит, принесли бумаги, он их разорвал, эти подписки, написанные уже документы, принесли из запасника холл, и таким образом я стал обладателем, значит, этого замечательного произведения. Вот на какие мысли все это меня наводит? на мысли, в общем, все-таки трагедии, и такой, понимаете, ну что ли, неопределенности, неясности судьбы художника, о том, что какие-то абсолютно случайные, понимаете, слава, посмертная слава, цены на аукционах, популярность каких-то слоя, это все ложные критерии, это то, к чему мы не должны обращаться, если мы хотим понять, что такое настоящее искусство. Вадим, вот я сейчас спонтанно так, публично скажу, я хочу сделать выставку у тебя, одно и то же, одного невероятного художника, Натальи Александровны Касаткиной. Это вот мое последнее открытие. И тоже такая же странная, фантастическая судьба, такая как бы все не так, все произошло не так, как должно было произойти. И вот в судьбе Зеленого Петровича я тоже вижу вот это все не так. И Мария Вячеславовна, она потрясающая художник, замечательная, но не сложилась. И я исповедую концепцию коллекционирования. Вот именно такую. И мне так приятно, что Иван Николаевич, вот увидев эти работы, понимаете, вдруг вдохновился ими. И, так сказать, и приобрел такое большое. Я не мог, все-таки это что-то стоило. У меня никогда не было больших денег. Я платил Максиму Евгеньевичу какие-то эти вещи. Но он позволял мне отбирать, так сказать, в соответствии с моими критериями. Короче говоря, друзья, я считаю, что это большое событие, что состоялось в выставке Зеленого Петровича. Я считаю его очень важным, важным персонажем. Вместе со всем этим кругом. С Марией Вячеславовной. С Николаем Павловичем Тарасовым. Там был еще потрясающий человек, как его звали, скульптор этот, который работал с Мерхольдом. Николай Григорьевич. Николай Григорьевич Шекспир, его знаменитый. Маска. У меня есть один экземпляр. Я был у него в мастерской лице. Шалимов. Николай Григорьевич Шалимов. Это был невероятный круг, совершенно особый. Я вообще такую использовал метафору кругов в художественной жизни. Правда, применительно к чуть более позднему времени, но тогда они уже существовали. Вот, кстати, Наташа Касаткина, которую я хочу сказать, это тоже особый круг, да? И там есть связи с Бурлюковым, который приезжал в Москву в 56-м, если я не ошибаюсь, году. Короче говоря, я считаю, что это большое событие в московской художественной жизни, то, что Вадим Гинзбург устроил эту прекрасную выставку. Давайте поаплодируем Гире и ему. АПЛОДИСМЕНТЫ Если можно, я прошу, добавлю вас наявку. Дело в том, что, характеризуя этот круг, о котором говорил Нихаил, мне хотелось сказать, что несмотря на ту самую, невероятно трудную жизнь, они все друг к другу имели какие-то дружеские отношения и, как могли, друг друга поддерживать. Они понимали, что они как будто бы изгои в этом обществе, но они несут какую-то в общем свою эту истину. Поэтому, когда появлялись какие-то люди молодые, как я, они нас, конечно, с удовольствием приветствовали. И самое главное, как сказать, другое. В Кастахи я попал с работами отца, потому что, когда я приехал в Москву, о нем уже забыли, я приехал с его работой небольшими в руках и ходил по краю художников, в том числе и к Малюте Славе пришел. Я рассказал мне, вам надо попасть в Кастахи. Из-за того, все эти взаимоотношения между ней и Кастахи, она устроила так, что Кастахи, я к нему попал. Это какое время было? Это был 61-62 год. Может быть, он к ней приходил чуть позже, я не помню точно. Я тоже не знаю, был ли он, и вот это я не знаю. Но благодаря Марии Вячеславовне я попал в Кастахи, попали работы в Волковой, оттуда пошел Крубинштейн и так далее. Кастахи, с ним я успел познакомиться. Ну, а, значит, Кастахи, с ним я не буду сейчас говорить о тени разговора. Ну, я, можно я? Секунду. Я, да? Значит, я что хочу сказать? Поскольку у меня мировоззрение активистическое, я никаких трагических люблю. Я считаю, что художник замечательный, я считаю, что он умер, ну, все умирают когда-то, так бывает, но мы-то живы, да, мы-то живы, и мы можем совершенно спокойно заниматься его творчеством дальше, и что-то такое писать, и публиковать, и так далее, и тому подобное. В любом случае, мастер замечательный, мастер оригинальный. Узнаем о русском авангарде огромное количество всего нового. Ну, вот это вот крайняя работа. Но ведь это же Любовь Павловый, весь этот луис. Все молчу, молчу. И ура! Любовь Павловый, милый король с акцентом, замечательный художник. За свою долгую жизнь, на сколько их я был выставок, наверное, около тысячи. И сколько было народу нам, на большинстве этих выставок. Я помню даже одно открытие, где играл симфонический оркестр. Как-то он расположился, не знаю. И все эти выставки, все эти работы, гроша не стоили полуроманного. И вот народу немного. А художник-то удивительный. Кому-то, может быть, нравится, кому-то не нравится. Ну, вот выставка Кастати, из собрания Кастати. Я не знаю, открытая она или уже закрытая, но она работала, наверное, еще совсем недавно. Очереди все время. Хорошая выставка, там много замечательных работ. Я там дважды был. Ну, и все, это большинство работ. Это школа Малевича. Это Попова еще более-менее приличная художница. Ну, штата ее подражателей Малевича. Это же социализм тот же самый. Все одинаково. Тот не отличишь одного от другого. И вот такой невероятно самобытный. Вот так пишет, как он чувствует. То ли он ищет пространство в бесконечном, то ли конечное в бесконечном. Ну, здорово и музыкально. Все что угодно. Не все работы одинаковые. Некоторые похожи, некоторые блистательные. Вот я еще хочу вот что сказать, что там многое сказали. Я об этом не буду говорить. Я последние три года работаю над иллюстрацией божественной комедии Данте. Так, мне никто к ней не заказывал, как говорится, для души. Не все три года там по 360 дней. Нет, два-три месяца пройдет и опять вернусь и опять. И вот штук десять здесь минимум иллюстрации блистательно подойдут бы к божественной комедии. Вот. И что еще я хочу сказать? Да нет, не надо долго говорить. Я хочу просто огромное спасибо и Вадиму Динсбургу, и Верочке сказать за эту выставку, за каталог. И может быть, это войдет, он откроется, ну, как вот какой-то забытый, замечательный писатель. Вот забытый художник, который достоин, конечно, ну, памяти. В 70-е годы, когда социализм двумя ногами, двумя руками топтал все, что не социалистично, все, что индивидуально. В 70-е годы так делать, ну, ему же надо памятник поставить просто. Ну, вот, спасибо еще раз. Ну, все, друзья, наверное, у нас тут и так мы правы, чтобы у нас целое собрание получилось. Давайте перейдем к официальной части. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok